Господа, в сегодняшнем видео мы поговорим об идеальной летней обуви. Первая – она универсальна. Вы можете обуть ее с костюмом, вы можете обуть ее с парой шорт. Эта обувь представлена большим разнообразием материалов, швов и стилей. Эта обувь в шкафах самых стильных мужчин мира больше 150 лет. Господа, позвольте представить вам лоферы. По определению, лоферы – пара обуви без шнурков. Обратите внимание, эти туфли со шнурками – это не лоферы. Теперь поговорим об используемых материалах. Большинство высококачественных лоферов сделаны из кожи. С учетом вышесказанного – увидим из замшу. Замша – это вид кожи, имеющая выраженную текстуру. Я знаю, что большинство из вас остерегаются ношения замши, потому что они переживают, что повредят ее. Она более нежная, чем другие виды кожи, но это все равно кожа. За ней нужно правильно ухаживать. Первый вид лоферов – это классические пенни лоферы, ставшие популярными свыше ста лет назад. Изначально назывались «Виджин». От английского «Норвиджин». Как следует из названия, они пришли из Европы. Их сделали популярными студенты США в 20-30-х годах. Идея в том, что вы можете положить сюда пенни. Отличительной чертой является полоска кожи, идущая поперек. Еще одна деталь в конструкции, которую вы увидите на качественных лоферах – это цельный лоскут кожи, идущий по кругу. Почему? Поскольку это один большой лоскут, он должен быть без повреждений. Не просто найти такую шкуру, и следовательно их цена будет выше. Обычно топовые фабрики способны на это. Другие просто сшивают лоскуты между собой. Посмотрите на верхнюю часть лоферов. Тут вы увидите ручную прошивку и обратите внимание на швы. Убедитесь, что линия прямая, и каждый шов прошивается отдельно и находится близко друг к другу, а не прошит одной нитью. Теперь поговорим о материалах. Здесь у нас кожа Full Grain. Full Grain – это вид кожи, выделенный из внешнего слоя шкуры. Самая плотная ее часть. Если выбран правильный ее участок, еще и нежная и гибкая. Но главное в Full Grain, что она хорошо устойчива к воздействию стихий. Я говорил о замше ранее, она деликатнее, чем Full Grain, но не намного. Если вы будете ее беречь и не будете травмировать обувь, вы обнаружите, что она способна прослужить с десяток лет. И давайте поговорим о стиле. Как подобную обувь добавить в свой гардероб? Выберете ли вы оливковые или темно-синие, это поднимет ваш стиль на новый уровень. Далее универсальность, повседневность и праздничность. Что мне нравится в пеннилоферах, что они в классическом дизайне и не привлекают внимания. Их можно носить как на выход, так и в обычный день. Светлые оттенки, как у этой пары, придают им повседневности. А вот эти можно носить с костюмом. Теперь поговорим о битлоферах. Они притягивают намного больше внимания, и посмотрите, серебряная пряжка. Вы также встретите золото. Все зависит от ваших предпочтений. И первым, кто сделал их популярными в 1953 году, был парень, которого звали Гуччи. Он их выпустил, что дало им популярность. И они стали классикой. Если вы немного заскучали или у вас есть пеннилоферы, то приобретите такую пару обуви. Такие темно-коричневые можно носить с костюмом. Носить на выход, или даже с шортами. Я должен показать эти. Я обожаю полностью перфорированную кожу. Это один из моих летних секретов. Возьмите обувь с прекрасным стилем и классическим дизайном, с точечными отверстиями, которые незаметны на расстоянии, но я вам обещаю, вам будет намного прохладнее. Далее, магазины. Да, я сказал без шнурков, но в истории магазин шнурки выполняли функцию. Что вы можете заметить на магазинах-лоферах? Что они не функционируют, они нужны для вида. Обувь в стиле casual. Вы также увидите шнурок, идущий по кругу. Опять же, с исторической точки зрения, макосины были очень функциональны. Шнурок использовался для того, чтобы зафиксировать обувь на ноге, чтобы они не спадали при беге. Подошва макосин сделана из кожи. Также вы можете чувствовать землю, по которой ходите. Мне очень нравится, что они выбрали классическую подошву. Далее лоферы с кисточками. Они стали популярны в двадцатых. Гарри Труман был большим фанатом этой обуви. Обратите внимание на кисточку на языке. Очень стильный вид лоферов. Их легче подобрать к наряду. Они более формальны, чем макосины. Также вы встретите Вайлд Смит лоферы. Они очень похожи на пенни лоферы. Но у них есть две отличительные черты. Во-первых, у Вайлд Смит лоферов более узкая форма. Это придает им более элегантный формальный вид. И второе, вертикальная прошивка, разделяющая носок пополам. Далее бельгийские лоферы, созданные парнем по имени Генри Бэндл в 54-м году. По-видимому, он выкупил столетние фабрики, обновил их и сделал бельгийские лоферы фирменным дизайном. Когда вы посмотрите на бельгийские лоферы, вы сможете их распознать, потому что заметите бантик на язычке обуви. Интересная деталь в этих лоферах в том, что бинт прошит изнутри наружу, что создает очень интересный вид. Ну что, друзья, я все рассказал. Напишите в комментариях, какой ваш любимый стиль. Какой из них вы наденете этим летом? Я должен признать, я обожаю оливковый. Как вы знаете, друзья, я люблю зеленую замшу. У меня есть пиджак такого цвета. Я обнаружил, что не подходит ко многим вещам в гардеробе. Я буду круто выглядеть этим летом, и они просто классные.